И начнем выпуск с новости последнего часа. В Челябинске начали оглашать приговор Сергею Мануйлову, бывшему директору компании Green Flight, которая оставила без квартир 4000 дольщиков. Мануйлов обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2016 году он ввел в Green Flight процедуру наблюдения. Это стало причиной остановки строительства домов. Ущерб составил 10 миллиардов рублей. В суде работает наш корреспондент Юлия Савосина. Ей слово. В Челябинске начали оглашение приговора бывшему генеральному директору компании Green Flight Сергею Мануйлову. Судья отметила, что приговор составил 560 страниц, поэтому его оглашение растянется на несколько дней. Сегодня в суд обвиняемый, так же, как и вчера, явился в сопровождении адвоката, также на заседании присутствовали и несколько дольщиков. Их было в разы меньше, чем вчера. Отмечу, что вчера их было около сотни. Напомню, что Сергея Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшие тяжкие последствия. Следствием было установлено, что в период с 2013 по 2016 год Сергей Мануйлов заключил ряд заведомо невыгодных сделок. Это привело компанию Green Flight к предбанкротному состоянию. Как следствие, от действий Мануйлова пострадала не только сама фирма, но и более 4 тысяч дольщиков. Общий ущерб действий Мануйлова оценивают в более чем 10 миллиардов рублей. Отмечу, что часть этого ущерба, порядка 5 миллиардов 700 миллионов рублей, Сергей Мануйлов уже выплатил. Также им было заключено досудебное соглашение со следствием. Он полностью признал свою вину. Сделал он так же это и вчера на суде. Он признал себя виновным и был полностью согласен с обвинениями следствия. Стоит отметить, что во время руководства Мануйловым компанией Green Flight в микрорайоне Академ Риверсайт было полностью остановлено строительство 27 жилых домов. И только благодаря содействию губернатора Челябинской области Борису Дубровскому удалось найти инвестора. Сейчас почти все дома в микрорайоне уже сданы. Оставшиеся дома достраиваются и свои квартиры дольщики получат до конца этого года. Отмечу, что оглашение приговора продолжится завтра. Начало объявлено судьей в 9 утра. Юлия Савосина, Евгений Чекалов, ОТВ.